Диктант Победы написали в Люберцах. Для сдачи исторического экзамена в округе подготовили 45 площадок. Среди них образовательные учреждения округа и музейно-выставочные комплексы. Одним из организаторов всероссийской акции выступила партия «Единая Россия». Диктант Победы проводится в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны. Фирменный бланк, гелевая ручка и багаж знаний – это все, что нужно, чтобы сдать такой экзамен. Если с первыми пунктами все просто, то со знаниями сложнее. Сюда пришли только те, кто не побоялся испытать свои силы. У меня отец, Царь Небесный, участник войны, воспринимает этот диктант как возможность подумать о победах нашего народа и о победе Великой Отечественной войны. Это еще раз дает возможность подумать, насколько наша страна велика и могучая. Даты и события Великой Отечественной войны, сюжеты художественной, военной литературы и биографии героев. Все это предстояло вспомнить участникам диктанта победы. Центральной площадкой в этом году стал музейно-выставочный комплекс. Сто человек писали экзамен в двух аудиториях. Любой экзамен – это и волнение, это некий страст, потому что неизвестно, какие вопросы, что там будет. 75 лет победы в этом году мы все отмечаем, вспоминаем наших предков, своих близких. Постараемся как-то напрячься и правильно написать. В историческом экзамене приняли участие представители всех возрастов и профессий. Кому-то для сдачи теста пришлось проштудировать учебники, а некоторые с историей на «ты» пришли без подготовки. Дело в том, что любой, кто учился в советской школе, он знает, что тогда образование давалось такое, фундаментальное. Я очень любил историю, поэтому мне хоть про Куликовскую битву спроси, хоть про Вещего Олега я все расскажу. Любой гражданин любой страны, если он себя считает гражданином, он должен задать историю своей страны. В этом году в исторический тест вошли 25 вопросов, 20 заданий по общей федеральной и 5 по местной тематике. Время – 45 минут. Я просто обсуждал тему с детьми. Они это тоже, ну, старшие у меня пишут «Диктант Победы», и мы поспорили, кто лучше напишет. Я, конечно, понимаю, что они лучше напишут, чем я. Надеюсь на это, потому что все-таки у меня практики не было давно. Но вообще я считаю, что это очень интересная тема. В гимназии номер один «Диктант Победы» писали ученики 9-х и 11-х классов. Отсутствие ошибок может добавить в результат ЕГЭ по истории 5 баллов. Школьники оценивают не только практическую пользу теста. Я считаю, что каждый уважающий себя гражданин Российской Федерации должен знать свою историю, от чего все происходит. И каждый человек должен понимать, какой это большой вклад в наше светлое небо и вообще в то, что мы живем на этой планете и сейчас существуем. В этом году «Диктант Победы» написали почти 4,5 тысячи люберчан. Свой результат можно будет проверить на официальном сайте www.diktantpobedy.rf по идентификационному номеру. Анна Троян, Александр Колганов, Валерий Абсалямов и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.